Сегодня в Караганде прошел первый форум карагандинских предпринимателей. Сотни деловых людей собрались, чтобы обсудить острые вопросы развития бизнеса и получить полезную информацию о поддержке государства. Диалог бизнесменов с властью состоялся в центре бокса. Василий Фирцев – представитель Карагандинского завода электротехнического оборудования. Сегодня компания не только изготавливает световые опоры, которые полным ходом устанавливаются на центральных улицах города, но и реализует инвестиционные проекты по установке трансформаторных подстанций. Сегодняшний форум для предприятия – еще одна возможность представить свою продукцию и наладить контакт с потенциальными партнерами. Закрепить еще плотнее наши позиции на рынке, на том рынке, который мы представляем в Республике Казахстан, также обменяться связями и заиметь новые связи с потенциальными нашими клиентами. Форум предпринимателей собрал около 300 карагандинских бизнесменов. Какие инструменты государственной поддержки существуют и как ими воспользоваться? Ответы на эти вопросы сегодня прозвучали из первых уст. Это та диалоговая площадка между бизнесом и властью, на которой озвучили проблемы, перспективы и предложения. Есть каждый инструмент в свои предложения. То есть предприниматели тоже хотят где-то свое видение, где-то упростить, улучшить, где-то что-то изменить, что-то новое предложить для того, чтобы это нашими республиканскими институтами взялось вооружение для дальнейшего развития. Потому что для чего эта диалоговая площадка и создается, чтобы государство предлагает предпринимателям использовать ее и в то же время выносит свои предложения или замечания. Тут же и показатель отношения власти к предпринимателям. Согласно государственной программе «Дорожная карта бизнеса-2020» уже поддержано 24 проекта на общую сумму более 97 миллионов тенге. Я считаю, что предпринимателям в этом плане «Дорожная карта бизнеса-2020» по поиску и привлечению новых институтов в своих программах в социальных организациях 20 человек общества и всеобщего мира, два нашего государства отметили, что вся работа была настрой за настройки детства, за настройки детства, в жизни. По итогам полугодия рост промышленного производства составил 10%. Интенсивными темпами в областном центре развивается обрабатывающая промышленность, машиностроение, производство продуктов питания, стройиндустрия. Все это стало возможным во много благодаря государственной поддержке. По итогам 2011 года доля малосреднего бизнеса в основном региональном продукте органической области составил 20%. В этом году мы ожидаем проценту на уровне 21,3%. Такие форумы должны проходить на областном уровне, в том числе с участием сельских бизнесменов, говорит директор Казахстанской ассоциации предпринимателей Ермека Бильдин. Так как много очень вопросов возникает у сельчан, то есть у предпринимателей на сельских районах, по поводу залогового имущества. То есть когда банк оценивает имущество, у них, к сожалению, не хватает залогового имущества, чтобы получить финансы через инструменты дорожного карты бизнеса 2020. Ирина Камышова, Тулеген Рашитов, Павел Спиридонов, Первый Карагандинский.